Трасса Р-178 Дорога прилегает как раз по ту сторону защитного рубежа, куда были направлены колья крепостной стены, а по другую ее сторону располагалось охраняемое государство Московское. Мы находимся с вами в Засевьяшском районе, в пригороде города Ульяновска, в окрестностях села Арское. Село Арское само и его окрестности исключительно богаты в плане, так сказать, краеведческих вопросов, сведений. Село возникло в связи со строительством Корсунско-Симберской засеченной черты. В 1649 году для постройки охраны Симбирской засеченной черты присланы были конные казаки из города Арска. Они, дострельцы, основали здесь Арскую слободу, а точнее Арский острог, гарнизон, охранявший защитную стену государства. Следов самого острога археологам пока найти не удалось, но до наших дней дошло как минимум несколько свидетельств тех времен, и одно из них открылось совсем недавно, этой весной. Половодие оживило старец у реки Сельдь, проходящую в этих местах. Водный поток вызвал большой оползень, а тот обнажил старинное захоронение. Старое кладбище – это остатки погребений где-то второй половины 17-го, 18-го, ну, наверное, вот этих времен. Это как раз время засеченной черты, верно? Да, более того, никаких внешних признаков этого православного кладбища ранее не обнаруживалось. Оползень обнажил участок захоронений на протяжении нескольких сотен метров. Это очень большое кладбище, и не будь оно столь отдалено от нас во времени, упоминания о нем должны были бы встречаться. Однако ни в памяти местных жителей, ни в архивных документах погост в этих краях не значится. И это говорит об археологической ценности вскрывшихся захоронений. Я думаю, что действительно здесь просто похоронены люди, которые проживали вот в этой арской слободе, обслуживали военные потребности, военно-оборонительные потребности, засеченные черты. По весне, сразу после оползней, человеческие останки и истлевшие деревянные гробы еще можно было заметить невооруженным глазом. Но сейчас все поросло травой. Излечение костей с каждым днем становится все более трудоемкой и затратной задачей. А ведь и генетический анализ мог бы открыть нам много тайн. Пока же историю здесь свершит оползень. На дороге, ведущей из арского поселка Погребы, каждый день появляются все новые трещины. Холм продолжает сползать. Кстати, забавное название Погребы у соседнего поселка возникло не случайно. И история эта также неразрывно связана с арским гарнизоном. Есть мнение, что погреба или погребы, которые здесь существовали, применялись, служили для хранения пороха. Порох был необходим для несения службы. Развалины старые крепости или вход в поземелье? Ни то и ни другое. Погреб для пищального зелья. Или, проще говоря, пороховой склад. Здесь, в районе Арской Слободы, были погребы, в которых хранился порох для гарнизонов Симбирской засечной черты. Здесь, прямо рядом, полоса, на которой, возможно, существовали и отдельные другие еще погреба. Вы не находили? Они здесь не то что... Мы не копали, но они вот наблюдаются. Здесь вот, севернее вот этого конкретного объекта, сохранились возвышения. Именно пороховым погребом Арская обязана своим храмом Богоявления. Кстати, это самый старый храм Ульяновской области. Строился он в середине 17 века, одновременно с хранилищами пищального зелья. То ли было так задумано, то ли сыграл свою роль старинные русские обычаи делать общее дело, не упуская личного интереса. Вот только кирпич, привозимый к строящимся погребам из далекой Аллатры, шел и на возведение храма тоже. Там был просто очень большой заказ, люди не успевали делать, и кирпичи делали не совсем качественные. Причем не в этих, не в каких деревянных структурах каких-то, а руками лепили. И каждый кирпич имеет отпечатки ладошек тех мастеров, иногда на них видны отпечатки собачьей лапы. История Богоявленского храма в каждом его кирпичике. Увидеть ее можно своими глазами. Вот кладка 17 века, те самые рукотворные кирпичи, скреплены известью на речном песке по старинной технологии. А вот и более свежая кладка. Не то чтобы современная, она ровесница екатерининских времен. Обратите внимание, как она выщерблена по сравнению с более старинной. И это отдельная история. Изначально храм, построенный в середине 17 века, был вдвое меньше. Лет через 30 после его возведения, возле него поставили колокольню. А уже в 1777 году посетилась имбирская императрица Екатерина. На дворянском собрании в царицыну честь один из богатейших людей губернии, Пустырников, обратился к ней с просьбой устроить его дочерям достойные браки. Екатерина пообещала, если тот сделает что-то стоящее. И Пустырников нашел выход из положения. Он приехал сюда, видит отдельный храм колокольным, на ногах, арочные. Под ними небо, звезды, потом крыльцо. Он договаривается со священником, переднюю часть храма сносит. И выстраивает боковые пределы, боковые стеночки. И получается такой храм длинненький, вместе с колокольной одновременно. И он пишет царице, что все глупые люди там несколько лет храм устроят, он за два месяца построил. Екатерина свое слово сдержала, дочерей Пустырникова замуж выдала. А храм с тех пор так и стоял, длинный, с пристроенной колокольней. Праведливости ради, простоял он так дольше, чем в своем первозданном виде. Поэтому, когда в начале 2000-х годов отец Алексей начал его восстанавливать, за основу он взял именно Пустырниковский проект. Но кладку для наглядности оставил, чтобы можно было сравнить, как на совесть строили в 17 веке, и как спешил устроить дочерей Пустырников. Тем более, что все документы о том, каким храм был до его вмешательства, Екатерининский проситель жег, чтобы его за руку не поймали. Когда больше 20 лет назад отец Алексей приехал в Арское, от старинного храма остались одни руины. Да и вся страна тогда была в руинах. Это был конец 90-х, начало 2000-х. Там столько беды вокруг, никто никому не нужен. И вот это меня очень сильно волновало. И поэтому я здесь решил сделать сферзадачу, построить государство в государстве. Я учился в институте, там научный коммунизм проходил, что невозможно построить в одной отдельно взятой стране коммунизм. А я думаю, а я построю. И у батюшки получилось. В Арском появилось небольшое государство в государстве. Помогали его строить беспризорники, бывшие участники военных действий, выпускники детских домов, которым некуда было пойти. Вместе с отцом Алексеем они не только восстановили старый храм, но и построили новый. Возвели целый город со своей школой, больницей, концертным залом, котельной, баней. За храмом теплица, вокруг аккуратные цветники, мастерские, швейный и столярный цех. И хотя это не монастырь, но есть келья для тех, кому нужно остановиться в арских храмах. Есть трапезная, где можно отобедать. Правда, можно не любому. В этом отец Алексей Строг. Все для тех, кто приехал на службу или по делам веры. Все же в первую очередь, арское – это храмы Господни. Мирское лишь потом. А сколько чудес произошло здесь, в Арском. Свидетелями стали и прихожане, и местные жители. Он был погнутый, примерно вот так стоял. И он начал выпрямляться. Он выпрямлялся, и вот за полтора месяца он почти вертикально сам встал. Это фотографировали люди, приезжали, видели, это не выдумки никакие. На стенах восстанавливаемого храма сами проявлялись фрески. На службах сами вспыхивали свечи. Говорят, люди даже находят здесь исцеление. Но есть в Арском чудеса и другого порядка. Вполне себе рукотворные. Вот они. Арские храмы уже много лет проводят всероссийские конкурсы и фестивали для школьников. В выставочном зале не хватает места для работ, которые присылают талантливые участники. Только в пасхальном конкурсе в этом году приняли участие 28 тысяч детей. По количеству работ выставочный зал Арского скоро вполне может догнать Эрмитаж. И хотя запасники его не бесконечны, работа талантливой детворы никогда не выкидывается. Прихожанам раздаем. Иногда на выставки отправляем в хоспис какую-то, в больницу, там какой-нибудь праздник сельского работника. Там туда вот отправляем. Ну вот так вот. И стараемся, чтобы к следующей выставке вот эти работы разобрали. Вот такие они необыкновенные, эти арские храмы. Здесь есть место и истории, и культуре, и вере, и человечности, и таланту. Здесь так хорошо, уезжать не хочется. На пругосветка зовет дорогу, и мы отправляемся дальше. Из мира покоя и благодати в мир грычащих моторов и безудержных гонок. Любителям автокросса село Карское хорошо знакомо. Вот уже 50 лет здесь проходят гонки по бездорожью. Первые прошли в 1972 году. Тогда с главного конвейера Ульяновского автомобильного завода вышла новая модель – ОАЗ-469. В качестве рекламной компании руководство завода решило провести соревнования, в которых бы приняли участие все видные гонщики СССР. Соревнования прошли на ура. Зрителей здесь было очень большое количество. Где-то 8-10 тысяч человек с семьями, с шашлыками, с песнями, с плясками. Все было. И соревнования у нас проходили почти что весь день. Трасса была очень длинная, до 9 километров. Новым гонкам дали имя дружбы народов СССР. В Арске съезжались любители автокросса со всего Союза. Трассу для соревнований нашел лично Владимир Дунаев. На ее прохождение гонщикам требовалось до 3 часов. Перепады высот, пересеченная местность, броды и трясины. Сегодняшняя трасса ветеранов советского автокросса уже не впечатляет. Говорят, по сравнению с той, что была раньше, это слишком короткая и простая. И все же мы ее решили проверить на себе. Удивительное дело, когда смотришь на гонки со стороны, кажется, что на машинах места живого не должно оставаться. Но все машины команды Ульяновского автозавода словно только с конвейера сошли. Машина как бы прошла уже пятый год уже, в боевом режиме катается. Ну, мы как бы опытные пилоты. Машину, в принципе, бережем. Но иногда рискуем. Комплектация УАЗа стандартная. Таково требование категории, в которой соревнуется команда. Но, конечно, есть и специфические моменты. Чуть изменена подвеска. По всему корпусу стальной каркас безопасности. Дополнительный бак для горючего. Требования для длительных гонок. Противопожарная перегородка. Дополнительные колеса. Спортивные сидения и ремни. Безопасность превыше всего. У профессиональных гонщиков нет желания на дорогу погонять? Как вообще, в плане вождения? Они более аккуратные на дороге? Или, поскольку привыкли лихать, то их на дороге также связаны? Вы имеете дорогу общего пользования? Трасса, дорогу общего пользования? Нет. Ну, как бы, для этого, когда я устраивался, мне мой, как бы, начальник сказал. Вот, если хочешь погонять, гоняйся на трассе. И с этих слов я никогда не превышал скорость. У меня ни одного нарушения. Какой стаж? Ни одной аварии. 22 года. Ну, как такому пилоту не довериться? Кругосветка для того и нужна, чтобы все проверять на себе. За руль меня не пустили. Для этого нужно пройти специальное обучение. Но вот в кресле второго пилота мне посидеть удалось. Гоняли по-настоящему. На некоторых моментах стрелка спидометра забегалась до 90 км в час. Адреналин зашкаливал. Хотя, кажется, это больше от восторга, чем от страха. Впечатлений масса. Трасса хоть и короткая, но на ней есть все. И крутые виражи, и перепады высот, и резкие развороты. Жаль, нельзя весь день вот так провести в кресле гоночного патриота или хантера. Обязательно вернемся сюда в ноябре, когда будет проходить очередной юбилейный чемпионат на пресс-уазах. Кстати, знаете, почему соревнования проходят позднюю осенью, а не летом? Потому что в ноябре не так пыльно. Вот такая здесь пылища у меня. Да. В облаке. Приехали. Приехали в облаке. Ну а сразу за гоночной трассой в Арском – та самая деревня Погребы. Когда-то именно сюда доходила линия пороховых складов. Вот только сейчас от нее уже ничего не осталось. И сама деревня, совсем маленькая, стоит на вершине холма у самого леса. Из достопримечательностей здесь – родник Николая Чудотворца. Если верить преданию, в 40-е годы прошлого века угодник Божий Николай являлся здесь местным жителем. В те времена было много нелепых запретов, например, на сбор хвороста в лесу. И помогал Николай людям избежать встречи с лесниками, жестко наказывающими за нарушение правил. Уже после люди, которым помог неизвестный старец в лесу, узнавали его лик на иконах. Купель здесь поставили относительно недавно, а до этого, пока не расчистили здесь, вот с этой стороны был небольшой прудик, и местные жители его использовали для бытовых нужд. Вот хранили в нем бочки с соленьями. Вот такая ирония. В деревне, название которой происходит от большой линии погребов, местные жители свои припасы еще совсем недавно хранили в воде. Интересно, как они выходят из положения сегодня, когда пруда больше нет. А наше путешествие тем временем подходит к концу. Мы побывали на месте расположения гарнизона засечной черты. Воочию увидели жемчужину нашей области, арские храмы. Погоняли на уазиках по гоночной трассе и совсем уже были готовы отправиться по домам, как на обратном пути у нас возникло место, которое никак нельзя миновать, если у тебя есть хотя бы немного свободного времени. Головной музей истории гражданской авиации. Место, которое вызывает неизменный восторг и у детей, и у взрослых. Легендарный Ан-4, дедушка гражданской авиации. Через три года столичку стукнет целых сто лет. Таких в мире больше нигде нет, только здесь. Добро пожаловать на борт. За рулем уаза я сегодня уже посидела, самое время здесь за штурвал. Вот так на во всех отношениях высокой ноте закончилось наше сегодняшнее путешествие. Чем все-таки прекрасно лето? Можно садиться в машину, ехать в любом направлении и обязательно дорога подарит тебе множество открытий. Впрочем, впереди осень, и это самое красивое время года в наших краях. А значит, команде Симбирской кругосветки уже пора готовиться к новым путешествиям. Игорь Негода. Продолжение следует...